Время бронз закончилось на канале Спорта Шрёдингера. Азиаду убираем. Футбол! Здесь золото будет в группе. Камон! Всем привет! Меня зовут Пётр Воликов. Вы смотрите Спорт Шрёдингера. И у нас выпуск про футбол. Сборная Казахстана выходит почти на финишную прямую в отборочном цикле Евро-2024. В седьмом и восьмом туре мы сыграем в гостях с Данией и Финляндией. И эти матчи могут очень сильно повлиять на расклады в группе. Сейчас на две путёвки на Евро-2024 претендуют аж 4 команды. И среди них есть, конечно же, Казахстан. Сейчас я расскажу, кто в нашем составе разберу соперников и поделюсь своими ожиданиями от этих игр. Какие шансы победить, что там по раскладам в таблице. Приятного аппетита! Кет! Кстати, до старых, если вы из Алматы, мы можем посмотреть оба этих матча вместе. Я вживую прокомментирую игры против Дании, Финляндии, в теннисе, арена, пап. Обязательной брони нет, но может так получиться, что желающих будет больше. Поэтому на всякий случай лучше позвонить и забронировать. Телефон и карта проезда есть в описании. Очень буду рад всех видеть. Два этих матча пройдут на натуральном поле, поэтому сборная начала готовиться в Алматы. Собрались еще 7 октября. В Данию улетят 12 октября. Игроки зарубежных клубов подъехали чуть позже. У них были матчи в своих чемпионатах. Я вот лично Асху Тагабергена встретил в воскресенье на запасном поле центрального стадиона. Он болел за любительскую команду Алаш. Забыл сфото. Но мы с Асхой мило поговорили. Асха смотрит наши выпуски. Это очень приятно. Он смотрел интервью с Адиевым. Болеет за Шавката. В общем, Асхат машина. На эти матчи Магомед Адиев вызвал 27 футболистов, целых 6 игроков из зарубежных клубов. Нуралы Алип из Зенита, Марат Быстров из Ахмата, Лев Скворцов из Химак. Это все чемпионат России. Рамазан Уразов из Славянского Копера, Бактиер Зайнудинов из Турецкого Бешиташа и Александр Зуев из Сепского Имота. Короче, все фамилии знакомые, но, возможно, за исключением может быть Зуева. 27-летний Зуев – бывший футболист юношеских и молодежной сборной России. С командой до 17 лет он выиграл чемпионат Европы в 2013 году. Зуев – воспитанник табола. Первые шаги в футболе он делал в школе Костанайского клуба, но в 9 лет переехал с семьей в Россию. В российской премьер-лиге начинал в московском Спартаке, но там не смог пробиться в основу. Дальше были Крылья Советов, Ростов, Рубин, Химки и снова Крылья Советов. В Ростове одноклубником Зуева был Батёка изначально. Зуев играл левого вингера, но потом ему пришлось переквалифицироваться в правого защитника. Короче, универсал. Короче, все, кто с Батёкой соприкасается где-то, становятся универсалом. У соседа в Таразе Батёке был хэтчбэк. С Батёкой по Сланкосу – бах, универсал. В сборной, как я понимаю, по интервью Адеева, Зуева видят атакующим игроком. На обоих флангах защиты у нас, по идее, нет проблем. Зуев уже тренировался со сборной летом перед матчами Сан-Марина и Северной Ирландии, но тогда получил травму. На сентябрьские игры против Финляндии и Северной Ирландии он не получил вызов, потому что был без клуба. Ходили слухи о возможном переходе Зуева в Табол, но в итоге в середине сентября он подписался с белградским клубом ИМТ. Это новичок сербской суперлиги с эмблемой в виде трактора и символом в виде орла. Какое необычное сочетание – орел и трактор. Там Зуев провел уже 4 матча, в последнем туре впервые вышел в основе. Вызов Зуева наделал шуму, потому что он был вокруг сборной еще так лет 10 назад, но тогда он не выбрал Казахстан, ну и в дальнейшем не высказывал желание играть за Казахстан, а оформлять паспорт начал уже после бана сборной России. Наша же сборная уже давно перестала искать футболистов с казахстанскими корнями за рубежом и вообще отказалась от натурализации. Высказывался на эту тему и Адиев Магомед Мусаевич заверил, вызвал Зуева исключительно по игровым качествам, а федерация не помогала Зуеву оформлять документы. Он все делал сам. Ну и никаких денег за игру в сборной Зуеву не положено. У нас в прошлом были и такие случаи, когда футболистам платили просто за игру. Привет Александру Меркелю! Саня, как ты там? Где ты вообще там? В целом состав практически без извинений. Второй новичок, кроме Зуева, это нападающий молодежной сборной Казахстана и шахтера Иван Сверидов. Уроженец Тимиртау, воспитанник шахтера. В этом сезоне Сверидов забил уже 7 голов в КПЛ. В шутку в комментариях его называют Жиру. Ну, реально чем-то похож. За исключением ворот стоит так же, как Жиру или нет. Адиев очень хорошо знает Сверидова, потому что именно при нем Иван впервые сыграл в КПЛ на сбор. Сверидова берут на перспективу. Короче, мне очень сильно нравится, что мы держим цель на молодежь. Это правильно. Дорогу молодым. Наш состав в целом ожидаемый. Единственная, возможно, спорная кандидатура Владислав Прокопенко из Астаны. Он не так много играет в клубе, но постоянно в обойме сборной. Адиев объясняет вызов Влада его качествами. С нападающими у нас дефицит. А с теми, кто может сыграть из глубины и разогнать атаку, тем более. Из невызванных больше всего вопросов к Адиеву по Роману Асранкулову, который летом пошумел с таболом в Лиге конференции. Тут, как и в прошлый раз, Адиев сказал. Есть основной Ян Вороговский, есть дублер Тимур Досмагомбетов, третий левый защитник просто пока не нужен. Эй, Ян, там тоже так не играй, как в Северной Ирландии, братан, первый тайм. Сразу начнёт сжигать, родной! С Лигой чемпионов не получилось, давай хотя бы, чтобы на Евро получилось. Брат, брат, Джан, давай. Главный же сюрприз списка Адиева. Впервые нет ни одного игрока алматинского Кайрата. Мне, как фанату этого клуба, чуть-чуть обидно и печально и грустно. В расширенном списке были Вячеслав Швырёв и Данил Устеменко, но в основной состав они не попали. Как кандидат рассматривается Артур Шишиначев, но кажется, он совсем не подходит под футбол Адиева. Ну а теперь к составу нашего следующего соперника от Дании. Страшно уже от одного списка клубов. Барселона, Манчестер Юнайт... Эй, Манчестер Юнайтед, не страшно же? Увери вот это. Юнайтед не страшно. Барселона, Тоттенхэм, Наполи, Милан, Кристал Пелес, Бормут, Унион Берлин, Вольсбург, Галатасарай, Эрбэ Лейпциг, Хофенхайм, Спортинг, мамма миа! Побольше бы игроков из Юнайтед надо. У нас-то шанс будет. Из чемпионата Дании вызван всего один игрок, да и то Элиас Еллерт получил шанс из-за травмы защитника Болони Виктора Кристенсена. Хотя тот же Копенгаген играет в группе Лиги Чемпионов и даже недавно потрепал нервы и кровь в Баварии. Другие потери Дании тоже из-за травм. Из-за них не были вызваны хавбек Бенфики Александр Ба и основной игрок Бормута Филипп Биллинг. В сборной они не прям, чтобы основные, но на шанс против Казахстана явно рассчитывали. Зато в строю все звезды. Это Каспер Шмехель, Андреас Кристенсен, Кристиан Эриксон, Пьер Эмиль Хойберг и Распрус Хейлунг. Под вопросом только Симон Кьяер. В этом цикле Дания очень любит две схемы. Традиционные 4-3-3 и 4-2-3-1, где еще в разы вырастает роль Эриксона и Хойберга. В какой-то мере мы помогли Дании. После нас они таких ошибок не допускали. Гостевую ничью со Словенией трудно назвать потерей очков. Дания теперь и умеет играть по счету против Северной Ирландии. Например, единственный гол забили на 47-й минуте. Дания теперь умеет и дожимать. В последнем туре против Финляндии затолкали победный на 86-й минуте. Там все просто. Просто комментатор финнов, опытный комментатор, всеми любимый, начал уже говорить, что мы наконец-таки отобрали очки и под конец матча им ламяк. Там, кстати, была чуть убийственная статистика. 15 ударов, 6 в створ против 0 ударов, створ от Финляндии. При этом, как мы видим, даже по результатам игра Дании порой бывает натужная. Правда, на нас они будут очень злыми и захотят отомстить. Ну это, само собой. Само собой. Главное, пацанам, как 300 спартанцев, встать и вот этого Горбатого выгнать, а то он предаст. Горбатый кто будет? Зуй. Меркель, Меркель Горбатый. За нас есть одна до стар особенность. Дания, та редкая сборная, которой мы постоянно забиваем в гостях. Так было в 2005 году, когда мы были еще балапанчиками в Европе. Вышли, так как, ой, 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 вот это стадионы, вот это матчи, вот это игроки. Помните? Самат Смаков железно вспомнит. Тут вот так выходили. Ой. Ну а уже через 11 лет была пушка Гафуржана Сюембаева. Была очень похожа на пушку Асхи Тагаберген. Быстрее пушек в ворота Шмехеля залетает промокод. Хорош! Он дает до 210 тысяч при регистрации на Теннисе Кизет. Все подробности в закрепленном коменте. С другим тренером я бы сказал, надо на матче в Дании сэкономить силы, а с Финляндией бросить все силы. Но с Адиевым я так не могу. Он привил в сборной правильный менталитет относиться одинаково к любым соперникам. Такой подход принес сенсации и против Словакии в Лиге наций, и против все той же Дании в марте. Будем верить в лучшее. В Купенгагене нам придется нормальный такой автобус ставить и рассчитывать на наши молниеносные контратаки. Фью, фью, фью. Вороговский! Там, не знаю, ноги качай, братан. Качай ноги, чтобы 90 минут по флангу бежать. Это тяжело, братан. Та же Северная Ирландия показала с Данией даже у нее дома можно бороться. Так что не списывать нашу сборную. Но здесь надо стоит сказать, даже если проиграем 5-0, ничего страшного. Ничего страшного. Датчане злые. Датский динамит вот так. Куда более знакома нам Финляндия, с которой мы играли всего лишь месяц назад. Точнее, будет сказать, не забили свой полумомент и пропустили их единственный полумомент. Если честно, примерно такого же содержания игры я жду и в Хельсинки. Только в этот раз надеюсь, что именно мы, блядь, забьем этот полумомент. Вороговский, качайся, два матча бегать надо, братан. А с финами еще и обороняться же надо. Прикинь. Ян, Сурцу. У Финляндии по сравнению с прошлым созывом четыре изменения. Все из-за травм. Главная потеря нападающей датского Нуршеланда Оливер Антман. Это он забил на Астана-арене. Другая весомая потеря вингер Илмари Нисканен в Астане. Вингер Экзестер Сити из третьей лиги Англии провел полный матч. Главное событие возвращение в сборную двух участников Евро-2020. Это защитник американского Остина Лео Вайсенен и нападающий Миддлсбро Маркус Форс. Оба залечили свои травмы и готовы играть. Форс явно в форме хорошо начал сезон в чемпионшипе. Уже четыре результативных действия восьми матчах. Остальные все заметные финны в строю это и Лукаш Градецкий и Глен Комара и Тиэмо Пуки и одноклубник Месси Роберт Тейлор и Йоэль Пахьян Пало. В чем-то мы с финнами похожи. У них из топ-5 лиг только Градецкий. Зато есть представители второй Бундеслиги серии Б чемпионшипа третьей лиги Англии МЛС чемпионатов Шотландии, Норвегии, Греции, Чехии и Польши. Перед встречей с нами Финляндия скатается в гости к Словении. Нам с турнирной точки зрения будет очень выгодно, чтобы обе потеряли очки. Ну и чтобы финны прям сильно устали и просели и вообще технать засчитали. Думаю, что в Хельсинки вряд ли и мы и Финляндия будем бежать в атаку сломя голову. Скорее будем выжидать ошибки, мы точно будем рассчитывать на свои фирменные контратаки. Очень многое будет зависеть от нашей защиты и от Куража Игоря Шацкого. Ну и с Финляндией мы как-то исторически играем плохо. Все время проигрываем, с трудом забиваем. Магомед Адеев сломал уже много проклятий нашей сборной. Надеюсь, и с этим разберемся. От этих двух выездных матчей я буду ждать очков. Хоть сколечко, но очков. Конечно, я оптимист, но в 6 очков даже я, к сожалению, не верю. Слишком злые датчане. Ну реально, слишком злые. Самый идеальный расклад 4 очка. Варианты, которым я тоже буду очень рад. 3 очка, ну или 2 хотя бы. Ничейка, ничейка, нормально. Ну или, ладно, поражение Дании. Но финнов надо, надо финнов втыкать. Матч против Дании пройдет в ночь на 15 октября в 00.45 по Астанинскому времени. Матч против Финляндии 17 октября в 22.00. Эти два тура очень сильно повлияют на расклад в нашей группе. Там еще и Северная Ирландия против Словении. Может так получиться, что в ночь на 18 октября в нашей группе сформируется двойка-тройка главных фаворитов на две путевки Евро 20-24. Пацаны, почему бы нет? Эй, все же может получиться гораздо проще. Футбольный бог нас услышит. Да? С кармана так достанем три очка с Дании с Финляндии и все. После финнов мы считаем одной ногой на Евро. Прикинь. Томатного сока перепью я. Братан, несите ведра 2 кумыса. В общем, очень хочется, чтобы Казахстан до последнего боролся за Евро. В ноябре нас ждут Сан-Марина дома и Словения в гостях. Ну и про Лигу наций мы, естественно, не забыли, но пока концентрация чисто только на отборочные. А как думаете вы, Достар, пишите свои ожидания от матчей и мнения по нашему составу в комментариях. За матчами сборной мы будем следить через телегу и инстаграм спорта Шрёдингера. Подписывайтесь там, подписывайтесь пожалуйста и здесь. Алга Казахстан мы дадим бой Финляндии и Дании. Мы очень верим в победу. Мы победим. Пацаны победят. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok